Всем спасибо, что пришли сегодня в такое интересное время. Давать публичные мероприятия довольно сложно в Москве. Тем не менее, для начала немножко просто, кто мы такие и зачем мы здесь стоим. TechHunter — это уже, нам уже 5 лет, мы мультимедийный и мультиплатформенный проект про исследование одежды, если гаит очень глобально. И, конечно, наш проект начался с довольно небольшой группы энтузиастов, которые сидели в Инстаграме и ВКонтакте и смотрели на прикольные картиночки в 2015 году. Нам всем было интересно, откуда эти картиночки приходят. Мы решили, что на тот момент для русскоговорящей аудитории мы создадим группу, группа ВК до сих пор существует, и мы стараемся, и наша основная задача — это давать комплексную информацию про одежду. Однако не просто про любую. Мы интересуемся именно функциональной технологичной одеждой, которая, по нашим соображениям, является не только будущим в принципе индустрии, но и самой интересной индустрией одежды. Мы за время нашего проекта успели поработать с довольно большим спектром именно каких-либо сфер. То есть мы делали сами одежду, дизайн и производство, мы делаем и делали и продолжаем делать журналы, которые у нас здесь лежат, можно потом их посмотреть. Это печатные издания, соответственно. Мы делаем контент для различных брендов, мы делаем выставки, и вот с недавних форм мы делаем еще и лекции. У нас еще подкасты, вы сами можете посмотреть у нас на наших платформах. Это все довольно… Собственно, сегодня мы хотели бы немного поговорить про аутдор индустрию, про одежду как таковую, что это такое, откуда это пришло, и как это в нынешнем мире существует, потому что это довольно, скажем так, на самом деле гораздо более обширная тема, чем это можно увидеть, просто находясь в сети. Поскольку наш проект старается дать пользователю самую интересную и довольно, может быть, какую-то странную и очень нишевую информацию, мы считаем, что без такой информации нельзя иметь общую картину, поэтому сегодня мы будем говорить про ретроспективу аутдор индустрии в целом, про самые интересные события, про персоналии, бренды. Лекцию дает наш автор-материаловед Никита. Здравствуйте. После лекции у нас будет Q&A. Если какие-то моменты будут вам интересны, запоминайте, обязательно все вопросы ответим. Никита, прошу. Спасибо, Ваня. Всем снова привет. Спасибо огромное, что сегодня пришли. Крайне приятно видеть такое большое количество людей действительно в такое странное коронавирусное время. Вот. Тема, соответственно, нашей лекции сегодня – это то, как аутдор стал постепенно новой модой. Ну и то, чем аутдор обменялся с модой в процессе вот этого симбиоза и как это повлияло на этот рынок вообще, потому что появилась новая линейка городских брендов у аутдор. Потом фэшн-бренды тоже что-то заимствовали. Сегодня об этом обо всем подробнее поговорим. Но для начала, в принципе, поговорим о том, как появился аутдор стиль. Вот. Поэтому для начала мы обратимся к ретроспективе аутдор стиля. И нам нужно будет отправиться в Японию. И первые два значимых издания, которые писали еще тогда о таком стиле, то есть вообще аутдор в свое время в 70-60-е годы 20-го века он еще не был сформирован в принципе стиль как стиль. Атрибутики было достаточно мало. Цветовые палитры были достаточно скудны. Об этом мы тоже поговорим отдельно потом. Но при этом при всем вот находились интересные японские ребята, как, например, первое издание это Папай. Здесь, к сожалению, уже более поздний выпуск. Не обращайте внимания. Как раз таки вот тогда еще во второй половине 20-го века они начали писать об аутдоре именно как о комплексе в таком стиле из абсолютно разных составляющих из вещей. Но при этом при всем к 2012 году возможно им уже стало интересно таким заниматься, потому что выходит уже на первый план уличная мода и стритвир. И они начинают писать уже об этом, вот как, собственно, здесь и показано. И, соответственно, уже вот с 2012 года они прекрасно себя в этом чувствуют. Но, слава богам, у нас есть Гуаут, который вышел в 2007-м впервые. И как раз таки он подхватил тогда вот этот нарастающий тренд самого стиля, который развивался как раз тоже бурно в Японии. Собственно, почему развивался бурно в Японии? Потому что Япония сама по себе была страной закрытой до где-то примерно как раз половины 20-го, второй половины 20-го века. И любым людям извне было крайне сложно туда попасть. Поэтому такой интерес и к японским брендам, про которые мы тоже поговорим позднее, и вообще ко всему стилю, и к такому явлению, как глэмпинг, он формировался в том числе из вот этой закрытости целой страны. Собственно, если посмотреть на то, как формировался контент, это были в основном какие-то подборки тематические. То есть что мы видим в основном? Это, например, какие-то вещи, бренды, коллаборации интересные, но при этом при всем они не упускали и атрибутику из вида. То есть что было из действительно интересного? Это всякие DIY-киты, например, как этот ролл-топ от Кархарта, который помогает таскать всю необходимую экипировку с собой, ну, например, в походе. Но также, почему в принципе данные издания были своего рода авангардистскими и революционными для всей культуры? Потому что они нашли применение всей этой одежды как раз-таки в городе. То есть в целом вести разговор о стиле и вот говорить, что он где-то там формировался и развивался в горах. Это в данном случае будет кончунственно, потому что как раз-таки тогда стиль просить закламбур с гор и спустился, и перекочевал планомерно в сами города. Где себя прекрасно чувствует и до сих пор. Вот. Но, собственно, как Аудор стал таким пестрым? Вообще, откуда цвета? Откуда такое разнообразие форм, красок и, собственно, стиля? За ответом на этот вопрос нужно будет обратиться к бренду Патагония, а вообще к Ивану Шуэнеру, который в 70-х годах отправился в туристическую поездку по Шотландии. И, собственно, там ему приглянулись рубашки для регби. Вещь достаточно странная, учитывая, кем был Шуэнер, собственно, являлся всю свою жизнь альпинистом. И регбийская рубашка — это крайне странный предмет одежды в гардеробе профессионального альпиниста. Но все, в общем-то, достаточно интересно закончилось в этой истории, начиная с 75-го, тем, что когда он привез самую первую партию в Штаты, то ее быстро раскупили. А, собственно, почему? Потому что сами все рубашки были крайне броскими. У них были очень интересные орнаменты цвета, которые использовались в оформлении. И, соответственно, они цепляли глаз тогдашних еще не избалованных альпинистов, туристов. Позже у Ивана возникает такая интересная идея привести уже карго-партию, то есть прям работать на рынок и продавать эти рубашки. И в какой-то один из прекрасных моментов, когда он уже опять сделал полный салдаут на подобный предмет одежды, ему приходит в голову мысль о том, что, в принципе, было бы неплохо позаимствовать некоторые вещи. А, собственно, две вещи, которые позже повлияют на появление подобных знаменитых патагониевских флисок. Это, собственно, воротник-стойка, который использовался как раз-таки с конца 70-х годов на ней. И, собственно, цвета. Потому что гардероб альпиниста и вообще туриста в то время — это 50 оттенков черного, так сказать. И ничего страшного, возможно, в этом не было, потому что все, что людям тогда нужно было, это лишь функциональность. Собственно, о цветах задумывались позже. Плюс еще были некоторые моменты с окраской самого материала и волокон, поэтому, скажем так, технологии тоже не позволяли пестрить на сцене. И вот, собственно, в тот момент появляется еще один такой бренд. Бум! Это Polartec. Но это еще был не Polartec. Это была такая личинка Polartec. Это был Madden Mills, который в то время не занимался одеждой вообще. Собственно, Патагония тогда спасла Madden Mills от банкротства, потому что в то время они занимались только в одной отрасли, собственно, производства. Обивки для мебели и тогдашних изобретений вот этого флиса, оно просто никому не нужно было. Но Патагония к 80-м годам стала мегапопулярна. Она стала мегапопулярна, в принципе, и в городе по той причине, что люди стали чаще покупать их одежду из-за этих броских цветов, но при этом при всем сформировалась вот эта вот теория трех слоев, которые сейчас активно пользуются как люди, которые задействованы в каких-то спортивных мероприятиях, будь то восхождение, хайкинг, треу, слалом, все что угодно. Многослойность одежды, она стала уже чем-то обязательным. Как раз-таки Патагония ее в свое время и сформировала. Но нужен был промежуточный слой, который достаточно неплохо отводил бы влагу и при этом при всем грел пользователи, потому что шерсть с этим справлялась достаточно плохо. Меринос тогда в ходу еще не был, к сожалению. Но при этом при всем была вот такая прекрасная компания, которая, собственно, и производила флис, но никому он не нужен был. И вот тогда по случайному стечению обстоятельств, собственно, Патагония выходит на Мадо Миллс, который позже становится, благодаря этому случайному стечению обстоятельств, наверное, производителем номер один. Ну и не только флисы, потом их ассортимент расширяется, но вот примерно так тогда все и выглядело. Вообще забавный факт. Помимо флисок у Патагонии были в самых продаваемых вещах еще и пляжные шорты. Достаточно странный предмет гардероба, но именно продаваемых в городе. То есть ставки повышаются. Теперь мы поговорим немного о том, как, в принципе, все это пришло в, наверное, сам стиль города. Поскольку пляжные шорты и флиски — это интересно, но как это стало выглядеть примерно вот так. Здесь вы можете видеть модель. На нем надеты, соответственно, вещи японских фирм. Мы из Японии сегодня особо выбираться не будем куда-либо далеко, разве что в паре вариантов. Но интересно то, что это Нонамика, это Purple Label, суббренд North Face. И, собственно, то, как это все появилось, это достаточно закрытые бренды в плане рынка, поскольку изначально это все продавалось только на японский рынок. И это было таким, наверное, условием и создателей, когда, собственно, с 1982 года появилась идея открывать подобные бренды и расширять каким-то образом интересный ассортимент одежды, потому что, собственно, немножко бэкграунда. Вообще в Японии сами по себе North Face достаточно независимы, потому что есть другой интересный японский бренд Goldwyn. Это мега-корпорация, которая сотрудничает тоже со спортсменами, они делают уже давно тоже одежду для города. И, по сути, японский North Face принадлежал тогда им с 1982 года. И работал там один такой интересный дизайнер и Тиро Хомма. Собственно, этот человек, который, в принципе, может считаться крестным отцом вот этого стиля именно в Японии, ему тогда пришла идея брать какие-то интересные силуэты для гор, например, и переделывать их под город. Собственно, вот здесь вы можете видеть суббренд Purple Label у The North Face и то, каким образом они адаптировали вот тогдашние коллекции. Это еще 15-й год, но, в принципе, у них такое чувство винтажа и старой одежды горнолыжной, оно, в принципе, сохранилось в коллекциях, что достаточно четко прослеживается. Плюс они со временем используют весь арсенал интересных материалов, которые присутствуют у компании The North Face, Goldwyn, что мы знаем, самое первое, Gore-Tex, какой-нибудь Coolmax, и все это они, соответственно, комплектуют вот такими достаточно простыми городскими силуэтами. Вот, соответственно, с 1982 года он работал в японском отделении, вот только в 2003 году у него получилось открыть на Namiku и, соответственно, попробовать как раз-таки пустить этот бренд на только японский рынок, который тогда был как раз-таки тоже очень закрытым. Бренд приняли достаточно тепло, потому что был спрос уже к 2003 году, после как раз-таки такого успеха аутдорных брендов в 80-е и 90-е. Ну, это было достаточно прорывным событием в то время. И немножко еще поговорим, наверное, про современность. Это Uniqlo. Мы сейчас отходим от нишевых брендов в сторону масс-маркета и того, вообще, как это тоже так получилось, вообще, почему Uniqlo и, ну, зачем мы об этом говорим сегодня. Собственно, у Uniqlo есть, на самом деле, на это полное право считаться тоже правоприемниками в каком-то смысле, поскольку бренд, во-первых, достаточно активно внедряет интересные технологии еще года с 2006. У них было подписано стратегическое партнерство с известным концерном TOR, который, собственно, производит разные интересные ткани, тоже мембранные материалы. Что из приятного? Они этим занимаются действительно достаточно давно. В принципе, если вы что-то покупали в Uniqlo из технологичного, знаете, HitTech, RISM какой-нибудь, собственно, их мембранные куртки. Вот это вот все создано в партнерстве с TOR за достаточно многолетнее сотрудничество. Уже получается больше 14-15, 15-й год уже идет. Вот. И, собственно, помимо этого Uniqlo еще интересная эстетика. Здесь конкретно вы видите коллаборацию с японским брендом из Америки Engineer Garments. И что здесь интересного? Собственно, это тоже винтажный достаточно стиль, который тяготеет, возможно, к милитаре эстетики, потому что тоже оттуда тогда брались некоторые элементы и для одежды. Так, впрочем, и целые силуэты, там, разнообразные парки M51, M65, но это уже классика одежды. Вот. При этом при всем, если мы говорим о технологиях, то сейчас, в принципе, вы можете прийти в любое отделение Uniqlo и обнаружить там достаточно интересную коллекцию, которая называется Whole Garment. И у них есть, в общем-то, интересный подтекст этой коллекции. Есть японская компания Shima Seiki. Мы с ними познакомились на прошлогодней выставке ISPO 2019. И у них есть интересная технология в плане плетения сразу всей вещи на одном станке одной нитью. Вот сейчас подобное запускается в Uniqlo. Пока доступно только для прекрасных дам. Но я думаю, что к осени вся коллекция будет уже доступна для всех полов, во всех расцветках, размерах и всего прочего. Вот, собственно, как выглядит сам станок, который выпускает сразу готовое изделие. И, в общем, это достаточно интересная технология, поскольку если мы избегаем швов, соответственно, мы избегаем лишнего трения. И, в общем-то, таким образом добиваясь максимального комфорта для пользователя. Вот. Ну, еще это, в принципе, интересная вещь с точки зрения конструкторской мысли. Именно конструкторской мысли не только инженеров, которые создавали сам вот этот аппарат, но и конструкторской мысли для самих дизайнеров одежды, потому что позволяет, в принципе, делать действительно интересные бесшовные вещи, которые по-новому сидят на людях и, в принципе, выглядят даже уникально. Вот, собственно, как это выглядит сейчас. Вот. Ну, я думаю, что это более-менее всех интересует. Плюс-минус. Соответственно, переходим к следующей части лекции. Это то, как элементы аудора, они заимствовались люкс-брендами, вообще модой в целом, вообще зачем, почему и как. И что заимствовалось, самое главное. Здесь вы можете видеть винтажную куртку Prada. Это 90-е года. Prada тогда очень любили экспериментировать с материалами верха, делать какие-то интересные смеси полотна из нейлона на его основе. В чем-то эти эксперименты, наверное, походили на эксперименты Massimoist и Stone Island, но при этом при всем им вот у них удалось создать какой-то аскетичный вид тоже городской куртки, который попал в фэшн-индустрию, но при этом при всем попал достаточно рано, потому что если мы говорим конкретно об этом силуэте, это винтаж 90-91 год коллекции. В общем, вещь достаточно старая. Здесь крайне аскетичный дизайн. Он скорее похож на какую-то спецодежду, чем на именно куртку Prada. Выбивается только как раз-таки достаточно яркий брендинг. И кто знает, может быть, слышали, то в 2018 году Prada решили сыграть опять на этом поле. Они взяли и перевыпустили саму коллекцию целиком винтажную. Назвали это Prada-линия Росса. Собственно, это полноценный омаж всем творениям Prada еще с 90-х годов, что интересно. И при этом при всем такое еще правоприемничество получил материал Gore-Tex. В общем-то, он и с 90-х годов постоянно светился у разных интересных компаний, не только аудорных, но уже мы начинаем говорить про что-то интересное в городе. Это, соответственно, Prada. Тогда это, конечно, были достаточно простые конструкции. По сути, один артикул. Сейчас это уже полный арсенал компании VL Gore немецкой, которая может предоставлять абсолютно любые мембранные полотна для любых нужд. Но из интересного как раз-таки то, что это использовалось тогда, и спустя года, уже 30 лет. Это используется и сейчас, при этом при всем, по сути, цикличная мода воспроизводит саму себя и дает вот такие интересные эксперименты. Сейчас это выглядит примерно вот так. Ну, в общем, это уже ребут коллекции, то, что выпускалось в 2018 году. Ну, в общем, я думаю, что плюс-минус понятно, как это все выглядело и выглядит, потому что, на самом деле, отличить это от винтажных изделий достаточно сложно на первый взгляд. Поговорим чуть-чуть дальше про моду. И следующий человек, который у нас сыграл огромную роль в тоже становлении материала Gore-Tex, вообще очень сложно говорить о фэшене и аудоре, не применяя как раз-таки это выражение «прекрасный Gore-Tex». По той простой причине, что, наверное, с самого своего основания и до начала 2000-х компания была монополистом на рынке мембранных материалов по причине как раз-таки патента на свои тефлоновые ткани. До 2000-го года он действовал, потому что как раз-таки только в 2000-м году появляется и компания «Ивент», которая начинает с ними конкурировать. Там много кто на самом деле появляется, но вот так для Майлстоуна назовем, наверное, только «Ивент», который тогда с ними и конкурировал. Вот, соответственно, и достаточно интересная тоже ситуация, потому что Gore-Tex уже стал со временем именем нарицательным. Он стал, возможно, ассоциироваться в принципе со всеми мембранными материалами, которые в той или иной степени появляются на рынке. Вот, сейчас мне надо будет кое-что вам показать. Возможно, шокирующее. Да, собственно, вообще как это все связано. Это альбом 89-го года. Очень-очень старая вещь, винтажная. Это Sir McSalat, рэпер, и его альбом Seminar. Нас интересует вообще один трек оттуда. Это трек, который так называется Gore-Tex. В общем-то, там сразу несколько интересных референсов к культуре. Да, вот таким образом Gore-Tex становится культурным кодом не только одежды, но и в принципе потребителя как такового в городе, что самое интересное. И, собственно, там повествуется о паре Nike и ACG, которая была куплена за 125 долларов, и как классно в ней прогуливаться на районе с ребятами. Вот, собственно, весь краткий пересказ текста. Нас интересует другое на самом деле. Вообще, почему ACG, почему Nike, почему Gore-Tex? Тоже интересный референс к культуре тех времен. И вообще к тому, что вот каким-то чудесным образом в 89-м у Nike выходит там релиз мавабов с Gore-Tex, который в принципе ACG тогда была линейкой только для Gore. По сути, в 79-м они запустились, вот прошло 10 лет, и они начинают чувствовать смену тренда, смену парадигмы общей, что люди хотят носить интересное и качественное в городе. И они тогда выпускают, ну вот как раз-таки Air Minot, тоже кроссовки, которые были ими выпущены в те годы. И, в общем-то, на самом деле первые такие эксперименты, они были, ну, скорее самокопированием в какой-то степени. Они брали силуэт, убирали шасси для гор, для трейла и переставляли на новое шасси, которое больше подходило для асфальта, трассы, в общем. И позиционировали как бы беговую модель. Но, на самом деле, все тогда в основном тоже начинали это брать из-за того, что Gore-Tex, из-за того, что Nike. И, в общем, классно смотрится, почему бы нет? Вот, но это только один культурный референс. Мы сейчас переходим в 94-й год, ситком Seinfeld, и эпизод называется «Звон и ужин». Ну, вообще нас интересует только сама вырезка из этого эпизода, чтобы вы поняли, насколько… Hey, is it cold out? Really cold. Scary cold? I don't know. What's your definition of scary cold? That. What is that? What? When did you get that? This week. My father got a deal from a friend of us. It's Gore-Tex. You know about Gore-Tex? You like saying Gore-Tex, don't you? Look at you. You can't even turn around in that thing. Look at this. Hey, George, can you feel this? Can you… All right, all right, let's get off. В общем, все происходило тогда так. Материал начал внедряться в культуру уже на подкорке мозга, и, наверное, к середине нулевых и даже десятым годам произошло такое событие, что, в общем-то, да, все. Gore-Tex – это уже действительно ими нарисательные. Хотя на самом деле уже как, по сути, больше 20 лет существует десятки альтернативных артикулов от других производителей, которые тоже хорошие. Вот и все. Теперь переходим к следующему человеку-характеризовать. Но человек, который тоже популяризовал в своем роде в фэшне Gore-Tex еще в 2018 году, потому что у него была выпущена коллекция вместно с Vale Gore. Собственно, это Virgil Ablo, который сейчас перед вами позирует в Arcterix Alpha SV модели. И это, на самом деле, произошло плюс-минус недавно. Это ноябрь прошлого года. А вот так вот он выразил свое творчество с этими Alpha SV как раз-таки на еще, по-моему, февральской парижской неделе моды. И, в общем, тогда, на самом деле, общественность раскололась на два лагеря, потому что это, на самом деле, не была коллаборация, потому что, когда это всплыло в сети, все подумали, что у Arcterix, компания, которая безупречно занимается аутдорной экипировкой, вдруг появилась мысль, давайте мы сделаем что-то безумное. Потому что по-другому какой-то эпитет подобрать сложно к данному творению. Но это оказался лишь такой тоже своеобразный омаж и видение самих курток, которые, собственно, легким движением руки превратились в какие-то фэшнебельные платья. Вот. На самом деле, с самим брендом Gore-Tex он начал работать как раз-таки, как я говорил, с 2018 года. У него была выпущена огромная коллекция. Его консультировал один очень известный человек, о котором я еще попозже расскажу, и который является тоже связующим звеном, наверное, для индустрии фэшн, индустрии аутдора и вообще смешения всех этих стилей во что-то городское и приятное нашему глазу сегодня. Вот. Но тогда это выглядело вот так. В 2018 году это все ворвалось, так сказать, с красным брендом городским в их модной линейке. Ну и всем понравилось. Собственно, есть еще один тренд при всем при этом. Это плакат террестенд с выставки ISPA, которая проводится в Шанхае, Мюнхене, и она проводится каждый год. И при этом при всем это крупнейшая выставка аутдорного снаряжения, которое вообще существует. Вот. В свое время мы тоже участвовали в организации такого суббрэнда Borderlands. Это суббрэнда, который был направлен сугубо на смешение аутдора, города и, возможно, футуристичного представления обо всем об этом, что тоже красиво, в общем-то, сочетается достаточно. Выставка вообще изначально была бизнес-то-бизнес, то есть когда знакомятся, приезжают разные производители одежды, тканей. Но со временем она переросла в достаточно крупное культурное событие вообще для всего сообщества технологичной одежды. В общем, что здесь продемонстрировано? В общем, если так говорить, то это sustainable. Это такая культура, которая появилась тоже относительно недавно, наверное, последние лет 15-20. 20-20 – это забота об окружающей среде. В общем-то, появилась она не на пустом месте, потому что бренды… Ну, поначалу, конечно, это было, возможно, некое отторжение, но бренды пришли так или иначе к тому, что вот их часть отходов при производстве, она достаточно сильно влияет на экологию. И при этом при всем, как бы тогда никакого понятия ни переработки, ни ресайкла, собственно, особо и не было именно в плане применения, это, наверное, к фэшн-брендам, которые производят много, производят всегда, конвейер запущен, и им нужно делать вещи. Вот. Интересный тренд, на самом деле, связан он, в общем-то, со своей такой и темной стороной, когда можно назвать это гринвошингом, когда бренд паразитирует на этом поле, когда есть псевдоэкологичность, но на самом деле она псевдо, поскольку из переработанных материалов, например, сделана, дай бог, одна лишь бирка, которая висит на самом продукте, а, в общем-то, все остальное, ну, скажем, тефлоновая мембрана, тыкать пальцем не будем, но она неперерабатываемая. Вот. Так что теперь вы знаете, как это все работает. Ну, на самом деле, сам-то тренд, он достаточно позитивный, вот, поскольку, если мы говорим, например, по какие-то скандинавские бренды, типа Clutter, Mewson, Hagloss или Narone, то они, в принципе, свое производство уже практически целиком и полностью перевели вот на этот формат ресайкла, переработки, приема, например, старых вещей, тоже каких-то винтажных или вещей, которые уже испортились, и они их принимают, они их перерабатывают. Вот, в общем, мы получаем новые изделия. Тоже это все связано с интересным исследованием того, как, в принципе, можно перерабатывать ткани, тоже с мембранными тканями. В общем, спектр, на самом деле, открылся за последние 20 лет широкий, бренды этим пользуются, это классно. И, в общем, в целом, такая темная сторона вот с этим гринвошингом, она перекрывается с лихвой. Вот. Теперь, наверное, такая кульминация. Это появление городских линейк у аутдор-брендов. Ну, на самом деле, вообще, в принципе, у брендов как таковых, потому что, как мы уже поняли, люди 80-е, 90-е сошли с ума и начали таскать на себе полностью горнолыжную кипровку. Так, собственно, было с брендом Burton. А, собственно, про Burton мы сейчас и поговорим с вами. Вот с этим человеком, на самом деле, связано огромное количество созданных брендов после 2000-го года. Вообще, на самом деле, ладно, мы будем говорить скорее даже сначала не про персоналию, а про бренд. Акроним. Изначально в 90-е, в середине 90-х два таких человека, как Микаэл Асакенбахер и Эрлсон Хью, они заканчивают арт-колледж в Торонто и перетекают плавно в Мюнхен, где они оседают. Они создают свое конструкторское бюро, называя его акроним. И они как раз-таки занимаются тем, что консультируют в то время всякие интересные для них компании, которые работали под эгидой вперед технологичной одежды. И первым их, наверное, значительным шагом как раз был Burton. Точнее сказать, даже не совсем Burton, опять мы переносимся в Японию. Как я и говорил, мы оттуда сегодня не выйдем. И в Японии есть отдельная, собственно, тоже опять сублинейка, по сути, Burton. И вот у них была интересная идея взять в начале нулевых, там, в конце 90-х какие-то свои интересные силуэты для горнолыжки и переделать их в отдельную линейку. Ну, там, укоротить, адаптировать, потому что на самом деле это действительно факт, что люди в то время действительно хотели носить подобную одежду, потому что в ней было нечто интересное, может быть, не в плане эстетики для кого-то, но в плане функционала только уж точно. И тогда выходит, собственно, линейка Burton Analog. Но нас из нее интересует только одна очень старая винтажная куртка. Это Convert Jacket. А 2001 год вообще вот появление городской одежды такой, какой мы привыкли ее видеть, это вот как раз Convert Jacket 2001 года. И, в принципе, становление бренда Acronym как самостоятельной единицы. Здесь угадайте, сколько карманов. Ну, так, на вскидку. 14. Кто нас больше? 7. Нет. Мало. Ладно, 16. Это достаточно большое количество для такой аскетичной куртки. На самом деле все это компенсировалось тем, что, в принципе, карманы были-то разной формы. Были карманы в карманах, и карманы внутри этих самых карманов тоже были. Чуть позже, кстати, увидим. Но самое интересное, в принципе, было то, что мы вносим еще одну персоналию. Вот это Хироши Фудживара. Это, в принципе, крестный отец уличного стиля в Японии и стритфире как такового. И тогда у него уже был бренд Fragment Design, логотип которого можно видеть вот как раз-таки на левой манжете. Соответственно, тогда это была такая творческая своеобразная революция, потому что Бертон предоставлял свои мощности, предоставлял свои лекалы и вообще модели одежды. Как раз-таки мозгом был Эролсон. И вот они вместе с Микаэлой и Хироши создавали вот такую интересную коллекцию, как аналог. Собственно, достаточно винтажная вещь интересная, которая, ну, говорю потом, ей можно описывать целиком вот до 2020 года весь стиль Эролсона Хью, акронима и всего, к чему он прикладывает руку. Собственно, слева вы видите вот этот самый карман-конверт, который перетек плавно спустя даже десятилетия в релиз 2018 года, J66. Он изменился, да, он стал более лаконичным, но вот этот откидной такой вертикальный карман, он потом начал появляться и у некоторых брендов, которые тоже работали вместе с Эролсоном. Об этом мы поговорим чуть позже. В общем, можно сказать, наверное, что это одна из его фирменных фишек. Фирменных фишек. Ужас. Здесь вы можете видеть, в принципе, стайлинг того, как выглядел и выглядит в настоящее время акроним. Ну, комментировать излишне, на самом деле. Это монохромная одежда, которая представляется как некая квинтэссенция как раз-таки вот таких старых горнолыжных курток Бертона. На самом деле это действительно так. Очень много в плане стиля взято от этой компании и дополнено разными интересными фичами, которые вводились, например, вот, собственно, здесь вы видите такое тоже историческое событие. 2002 год выпускается, собственно, первый кит акронима. Вообще в плане маркетинга это интересная история, поскольку выпускать отдельно целый кит, ну, большим брендам невыгодно. А вот как раз-таки для маленьких брендов, у которых, по сути-то, и производства как такового нет, и при этом им нужно что-то продать интересное покупателю, вот для акронима в свое время это стало, наверное, спасательным кругом, либо же возможностью выйти в большой мир моды и вообще мир вот этой технологичной одежды. Собственно, здесь вы видите два, наверное, самых главных экземпляра, которые стали со временем через 20 лет иконами стиля. Это Full Mental Jacket, также который называется J1A, то есть просто Jacket 1, Jacket 1, куртка 1. Стиль, который на самом деле особо не изменился сквозь даже десятки лет. И сейчас это тоже один из иконических таких вещей акронима. И здесь также есть интересная сумка. Это мессенджер. В свое время Erlsen выкупил права на конкретно такую форму патент, на такую форму у берлинской фирмы Backjack. Он дорабатывал ее, и при этом при всем получился достаточно интересный силуэт. Но люди, которые плюс-минус знакомы с брендом, им знакомы подобные магнитные застежки достаточно интересные. То, как они появились, они такие вертикальные, они откидываются, и получается вот нечто наподобие этого. Вот, собственно, одна из сумок Backjack. И открывается это все вот таким образом. Закрывается тоже достаточно просто, наверное. Да, Ваня? Но суть не в этом. Суть в том, что на самом деле попали они на данную сумку абсолютно случайно. Потому что была такая прекрасная немецкая компания HKS, которая вообще занималась подрядами именно на производство военной одежды для Bundeswehr, для Германии. И они тогда комплектовали некоторые карманы на куртках вот такими вот застежками. Но при этом при всем, когда Эрелсон к ним обратился еще за первыми своими куртками, собственно, в производстве, вот он тогда как раз обдумывал проект этой самой сумки Backjack. Был интересный момент, потому что достаточно большая партия подобных застежек, они пришли с браком. Они то ли свистели, то ли шуршали. В общем, как вы понимаете, использование подобной фурнитуры для военных, оно непозволительно. Потому что любой условный враг может стать безусловным, как только ты начнешь шебуршить своей скрипящей фурнитурой. В общем-то, тогда было принято решение, что брак незначительный, скажем, для городской линейки, но значительный для HKS и военного производства. Поэтому, собственно, сами бакли, их взяли на вооружение вот ребята из Акронина. Здесь вы можете видеть опять Эрелсона. Прекрасный дизайнер. Да-да. Переходим, возвращаемся на его родину. Только теперь у нас будет не Торонто, у нас будет Ванкувер. Теперь у нас будет Арктерикс и их линейка Вейланс. Это уже немножко другой путь, в отличие от того, который проделал Эрелсон. То есть, да, мы опять будем говорить о том, что Арктерикс — это прежде всего богатая история, это тоже горнолыжка, это походы, это куча инноваций. На самом деле, если так посмотреть, то полиуретановые молнии, которые защищают нас и наши куртки от проникновения влаги внутрь, это изобретение Арктерикс, как и гаражики для молний, в которые они упираются и, соответственно, тоже влага не попадает. Это тоже изобретение Арктерикс. Плюс десятилетия совместной работы с Гортекс — это тоже Арктерикс. В общем, у них на самом деле много чего интересного, при этом при всем к середине нулевых у Арктерикс накопилась, помимо опыта, еще и достаточно интересная фабрика по производству в самой Канаде. Тогда к ним приходит интересный дизайнер Коноран Ахтигал, где-то с 2004 года он начинает у них работать, который проучился всю свою жизнь в арт-колледжах, но арт-колледжи, которые немножко учат моде и вообще конструкции одежды. Вот мода — это для него было как F-word, фэшн, ругательство, в общем-то. Он тогда решил от этого отойти, и он пошел к другому F-word, он пошел к функции. Ему все это понравилось, и как раз-таки тогда ему приходит предложение работать вот в такой конторе, потому что для него на самом деле это тогда было некоторым откровением. Он ускал, как это говорится, part-time job, и это было достаточно интересно, что его приглашают на полный контракт в фирму, которая занимается конструкцией одежды, уже там десятилетия, старше самого Конороя. Но, в общем, он попадает туда. Первое, на чем он начинает работать, это линейки для города. Тогда у Арктерикса ничего своего не было. Сейчас мы можем видеть, например, те же самые изделия типа Гранвилла, тоже мессенджера. Например, вот здесь висит куртка Фрейзер, которая тоже, по сути, используется для города. Но при этом при всем вот этой коллекции 24 условной, которая у Арктерикса есть сейчас, там 15-20 лет назад ее не было даже в помине, как не было каких-то готовых решений. Вот тогда он сел конструировать. Но, в общем, проходит какое-то время. Наработки решают откладывать, потому что, по сути, производство заходит в определенный тупик. И тогда решают взять все самое лучшее, потому что тогда делалось как? Разобратывалась параллельно зимняя, летняя коллекции. В общем, достаточно тяжкий процесс. И при этом при всем было решено все это объединить сразу в практически одну коллекцию. То есть сделать опять эту теорию слоев, сделать какие-то интересные куртки конкретно только из мембраны. Потом было интересно сделать тоже что-то в плане подклада, утеплителя. В общем, тогда, в 2009 году, вот у Арктерикса выходит линейка Valence. И она вообще отличается целиком и полностью от того, что производили тогда еще для города. Тогда уже, конечно, 9 лет, как Эрлсон Хью занимался пошивом одежды. Уже не только для каких-то, ну, суббрендов других компаний, но уже и для себя самого. И на самом деле Valence не выглядит как типичная его работа, как в принципе работа человека, который любит все милитаристское, все такое вычурное. Потому что, опять же, это творение, по сути, команды Арктерикса вместе с Конрой Нахтигалом. Эрлсон там выступал, скорее всего, в качестве консультанта. Позад. Вот. Собственно, здесь немножко поподробнее. Вообще, почему это выглядит так? Понятие технологичной моды и текуэ тогда не существовало по той простой причине, что, по сути, ничего такого-то и не было. Но при этом при всем были огромные производственные мощности, были очень хорошие артикулы производителей тканей, тот же самый Гортех, с которым, я говорил, Арктерик существовал всю свою жизнь неразрывно. Но при этом при всем нужно было брать какие-то интересные силуэты и раскрывать их по-новому в городе для пользователя. То есть тогда для первой коллекции взяли M65, карго-штаны, блейзер, который стал тоже своеобразной иконой стиля только для Вейланс. И, в общем, все это выглядело как-то вот так лаконично. При этом при всем, почему, собственно, подобная концепция у Вейланса была. Она была с самого начала в плане вообще съемки и реализации одежды на людях, зачем она вообще им нужна. Она тяготела скорее к какому-то конструктивизму в плане внешнего выражения или даже брутализму. Очень ломанные линии, достаточно интересные паттерны, как она скроена. Здесь, например, вообще смешение шерстяного флиса и такой мягкой, чуть ли не сатиновой нейлоновой ткани для версии такого утепленного кардигана. Но сейчас все немножко изменилось. Карантин изменил на всех, карантин изменил и Вейланс. Да, это теперь новая концепция бренда. Теперь не человек-город, теперь у нас человек и природа. На самом деле это тоже достаточно интересная парадигма, мы об этом в конце как к завершению поговорим. Вот. Это, собственно, так выглядит у них съемка и так у них выглядят некоторые модели. Вот, собственно, тот самый Blazer, который прошел уже несколько итераций и стал чем-то действительно похожим, возможно, на такую фэшн-модель. Ну, это так он выглядит последние 2-3 сезона. И мы переходим, наверное, к одной из той же самой громких линеек. У нас опять Релсон Хью, но только теперь у нас действительно та самая линейка, которая протолкнула всю вот эту идею о городской одежде и дала ей, наверное, новое дыхание. Потому что до этого, конечно, были Вейланс с его участием, конечно, был Акроним. Там еще, конечно, был Shadow Project от Stone Island, но при этом при всем сама вот эта вот субкультура, которая развивалась вокруг своего творца, творцов и самих брендов, она, в общем-то, далеко за эти самые рамки не выходила. Но вот в, получается, 12-м году после всех этих ошеломительных кульбитов с брендами Эрлсон приглашают работать Nike, но приглашают как раз-таки к такому реворку линейки ACG. И что самое интересное, это был реворк, действительно, как называется, в кассу, поскольку тогда, до того года, ACG были конкретно винтажный бренд, который делал такой очень похожий на, наверное, Purple Label Outdoor экипировку. И было как раз-таки на питче, на брифинге провозглашен концепт того, что есть городская одежда, ее нужно делать вот такой, какой вы ее видите. Собственно, тоже, на самом деле, почему сама концепция достаточно интересная, потому что берется какой-то один интересный, авангардный на то время дизайнер, и берется компания, которая одним своим релизом может перевернуть вообще все представление о том, как вот это надо носить. Потому что, опять же, как это происходило в 89-м году, когда люди покупали за 125 долларов кроссовки для того, чтобы, ну, не бегать в них в городе, а просто ходить, потому что им нравилось. Так происходило с Nike и вот спустя, получается, больше 20 лет, когда они придумали городскую линейку ACG. Ну, вот, собственно, тоже один из интересных подкладов тереблейзеров, которые были одними из первых. Ну, помимо маркетинговой мощи, конечно, мы опять говорим о бренде Gore-Tex, который точно так же использовался во всей этой линейке, виндстопперы, трехслойные конструкции. В общем, был достаточно интересно на то время и авангардно. Что еще сказать? А, ну и, собственно, самый известный силуэт — это альпайн джекет. Это опять мы говорим «Привет!» горнолыжная одежда где-то в 90-е годы. И вот плавно машем ей ручкой, потому что это, собственно, та же самая альпайн джекет. Это просто альпинистская куртка, ну, горнолыжная. И это как раз-таки стало тоже вот конкретно данный силуэт, наверное, иконой стиля вот всей коллекции ACG. Вот. Переносимся еще чуть-чуть вперед и опять в Японию. Я надеюсь, что вас не укачало от таких постоянных скачков по островам и материкам. Но, в общем, вот это, наверное, достаточно уже опять нишевый бренд. Это Descent All Terrain. Сам бренд Descent существует уже приличное количество времени, но он, как и перед этим названные бренды, он занимается, по сути, только горнолыжкой. Это титульный бренд, был в свое время для сборных Швейцарии и Японии в том же самом слалами в интересных дисциплинах горнолыжки. Ну вот у них к 2014 году появилось тоже свое видение городской одежды. У нас есть один из экземпляров здесь сегодня, который вы можете тоже посмотреть. У них, на самом деле, интересный стиль, свой-своеобразный. То есть это нечто, скорее, тегасеющее к спорту, но при этом при всем минималистичное для того, чтобы это можно было носить в городе. Вот. Собственно, у нас тут сегодня как раз представитель тоже такого типичной иконической куртки для Descent. Это их тоже Alpine Jacket, но немножко по-другому сделаны. И вот вообще абсолютно все выставленные вещи вы можете тоже посмотреть, потрогать. Здесь есть достаточно интересные экспонаты. Вот. Собственно, ну чем на самом деле бренд тоже интересен? А тем, что если мы говорим о предыдущих брендах типа Acronimo, Valence, ACG тоже, кстати, этим грешил, наверное, я не знаю. Возможно, и не грешил. Проблема была именно в ценнике и в пороге, который нужно было перешагнуть покупателю вообще, чтобы появиться в этой субкультурной среде. То есть мы можем говорить в, наверное, лучшие годы о ценнике для всех вышеназваемых брендов от тысячи условных единиц. Вот. Соответственно, Descent понижает планку достаточно сильно, ну при этом при всем не вредя нисколько качеству. У них просто меняется целиком взгляд на саму вещь, то, как она должна, в принципе, выглядеть и то, как она должна служить. Собственно, Descent, они сотрудничают точно так же с японским концерном Торой. У них очень много интересных технологий, которые они используют в своих куртках, вообще во всей линейке одежды также. Те же самые ткани мембранные Dermizax, Intran, которые сейчас повсеместно встречаются, наверное, в других линейках брендов, они получают интересные артикулы именно у того же самого Уолтерейна, который вы не найдете, скорее всего, нигде больше, потому что коллаборация двух японских гигантов спортивных. Вот. Тоже интересные моменты, что, например, они используют именно в верхней одежде какие-то нетривиальные примеры фурнитуры, как, например, утяжки BOA, такие дисковые, которые работают на тканях дайнимы. Достаточно плотная вещь, и она позволяет, в принципе, обычно они используются, может быть, кто встречал на каких-то кроссовках. Короче, немножко флешбека. Это такой Puma Disc Blazer, но на максималках. Он не ломается, он прекрасно работает, потому что, по сути, там всего два возможных вида движения — это нажатие и закрытие, которые, в общем-то, и обеспечивают функционирование самого диска. Но, в общем-то, в верхней одежде это до какой-то поры не применялось. И он как раз-таки, Уолтерейн — это была одна из таких линей, которые немножко перевернули представление о самой фурнитуре. Там они используются много для чего, как, в принципе, для утяжки по талии, так и, например, для 3D-артикуляции подгонки капюшона под голову используется. Это очень удобно, потому что все стандартные затяжки обычно одной рукой их не закроешь. Вот это немножко тоже пуховика Уолтерейн. Это совместная работа с United Eros. Это очень крупный известный ритейлер в Японии. Тогда была идея как раз протолкнуть вот, наверное, силуэт твидового такого бизнес-костюма. Здесь, к сожалению, это действительно плохое, ну, так сказать, заниженное качество фото изначально, видимо, для эффекта винтажа, потому что здесь такой достаточно интересный паттерн как раз-таки вот этого вот твида клетчатый, который используется обычно в каких-то пиджаках. И тогда это был такой интересный эксперимент тоже с расцветкой, как, например, внедрить какую-то, ну, типичный пуховик, условно, там, для гуру укороченную парку. Как ее внедрить, значит, для городского жителя, ну, сделать ее просто притягательнее внешне. Вот и все. А теперь мы переходим в Россию. В общем, у нас на самом деле тоже есть интересные бренды, которые работают достаточно давно. Вот. Сегодня конкретно хотелось бы остановиться на одном таком конкретном примере. Это Севера. Это фабрика в Рязани, которая функционирует, ну, скажем так, ее история похожа немножко на историю акроним. И не только тем, что супружеская пара ее основала, но и также тем, что, в принципе, изначально это было конструкторское бюро в принципе с 91-го года, которое занималось там парашютной экипировкой, парашютами в принципе. Вот. Но на рубеже как раз-таки получается нулевых, 2003 год, они также начинают делать одежду изначально спортивную, и потом они переходят плавно к клинике для города. А во что Севера превратилась вот спустя, получается, такое длительное количество времени? Ну, скажем так, достаточно самобытного производителя с точки зрения использования материалов. Потому что абсолютно все… И ладно, не только материалов, забегая вперед. Но абсолютно все, что вы у них видите, это, наверное, самые уникальные артикулы из того, что можно найти сегодня на рынке. При этом при всем сохраняется гуманное отношение к кошельку потребителя и, в общем-то, к такому, сказать, общему дизайн-коду. Вот. У них можно, в принципе, встретить классные артикулы ткани, то же самое Diffusion Ultra, который они используют в последних коллекциях, у которых паропроницаемость увеличена до 70 литров в день, получается, 24 часа. Вот. И помимо этого они используют интересные тоже артикулы Пуха для набивки. Это Пуха Лайт американской компании. У него показатель как раз-таки плотности достигает аж 800. Ну, то есть это позволяет производить вот такие интересные экспонаты, как здесь, как, например, зимнее пальто Меланега, которое достаточно минималистичное. Что здесь используется? Вообще у Северы такая есть определенная любовь к выражению вот этого минимализма еще и в плане конструкции, поскольку они используют и очень любят сварные швы и вообще бесшовные конструкции. Здесь максимально, так сказать, герметизирован вообще полностью весь этот слой с Пухом и с мембраной, что позволяет, соответственно, что ветру не проникать. Влаги тоже. В общем, достаточно интересный бренд, который, вот, собственно, здесь тоже представлен. Пожалуйста, тоже ознакомливайтесь в конце нашей лекции. Ну, вот как это тоже выглядит на моделях. Вот. Теперь в плане стиля, наверное, завершающий такой этап – это глэмпинг и комфортный аудор, как его еще называют, но это у нас. Вообще глэмпинг – это такое составное слово, собственно, из гламура и кемпинга. Оно пришло из Англии, но, в общем-то, родиной можно считать Японию. В общем, чем это отличается от кемпинга? Почему это интересно? Почему такая тенденция наблюдается? Ну, про коронавирус поговорим попозже, но вообще сам по себе тренд, он существует еще со стародавних времен. Еще, наверное, это можно отчитывать с каких-то турецких султанов, которые перевозили вот конкретно свои шатры там на 300 верблюдах. И, соответственно, тогда это можно было, в принципе, назвать глэмпингом. Потому что без потери какого-либо комфорта человек прекрасно обустраивался в природе. Вот. Ну, типичная картина. Выглядит вот примерно вот так. Здесь бал правит, скорее всего, один бренд. Это Snow Peak под руководством Лизы Ямай. Это достаточно интересный японский дизайнер, который присутствует в бренде фактически с 2012 года. С 2014 года она стала директором. И нацелена она в плане стиля на что-то максимально унифицированное как раз-таки для городского жителя. То есть это такой outdoor lifestyle получается. Вот. Выглядит все максимально казуально, просто. Используются достаточно простые силуэты, немудреные. В общем-то, в этой простоте кроется, на самом деле, огромное количество тоже интересных технологий. Как здесь можно видеть, это одна из фирменных линеек бренда Takibi от японского Campfire или же Лагерный костер. В общем-то, зачем она была придумана и нужна? Поскольку Snow Peak уже давным-давно не ориентируется конкретно только на людей, которые ходят в походы, ходят в горы или куда-либо еще. Он начал сдвигаться вот с приходом Лизы Ямай в 2014 году. Он стал сдвигаться в такую сторону городской одежды, унифицированной, но при этом сохранившей все функции одежды, которая, например, может использоваться для кемпинга. Вот. В каком плане? Здесь используется полиамидное аромидное волокно, которое само по себе огонь, в общем-то, не принимает. Оно плавится при слишком высоких температурах, поэтому некоторые из этих вещей, в принципе, любая вещь, она выдерживает где-то примерно до 20 секунд на открытом огне. Вот. Но, как бы, говоря наперед, пользоваться этим в таком смысле бесполезно, потому что создано это просто для одной простой функции, просто когда вы выбираетесь куда-либо за город или в какое-либо интересное место, чтобы, ну, какой-то шальной уголек или искорка, они не подпалили и не прожгли вашу мембранную, в том числе ткань, потому что обычно их покрытие, оно достаточно нежное, и его легко повредить, собственно, любым вот таким грубым вмешательством. Но Snoopig, на самом деле, это не только одежда, это уже давным-давно куча подобных глэмпинг-центров интересных. Собственно, концепция — это выбрать какое-либо интересное место, неважно, где оно будет, и сделать вот на его территории такой глэмпинг-сайт, когда строятся домики, когда ставятся интересные домы, палатки, всевозможных форм и размеров. Там, на самом деле, полностью соблюдено все то, чем человек привык пользоваться в городе, и этим, собственно, глэмпинг и прекрасен, потому что сохраняется природная красота того места, в которое отправляется человек, и при этом же при всем сохраняются абсолютно все удобства. То есть обычно это что? Обычно это, кстати, и удобство транспортировки, потому что если мы говорим про кемпинг, это, скорее всего, что-то пешее, либо же на каком-то трейловом транспорте, вот, в достаточно спартанской обстановке. И здесь же, в принципе, это можно выбраться на семейном транспорте, либо своим ходом добраться вот до подобного глэмпинг-сайта, которых, кстати, в Японии очень много, и провести активное время. И вот как раз-таки Snowpeak начали популяризировать эту тему уже давным-давно. У них это, на самом деле, возведено в абсолют, то есть их штаб-квартира как раз-таки представляет собой, во-первых, огромное здание, музей-фабрику-собственно, наверное, и администраторский корпус тоже, там вообще все. И при этом при всем там еще огромные акры земли вперед, на которых вот стоят вот как раз-таки этот снимок оттуда, это такие глэмпинг-сайты. И, в общем-то, таких мест в Японии достаточно много, и вот они уже открываются последние годы, ну, последние полгода, скажем, с переменным успехом в пользу коронавируса, но они открываются, например, в том же самом Портленде или Нью-Йорке. Вот. Еще, кстати, интересная вещь, это то, что с 58-го года они выпускают именно титановую посуду, и для, например, тех же самых альпинистов это было в свое время таким технологическим прорывом. Вот. Потому что она, опять же, никак не влияет на вкус пищи, она полностью, так скажем так, неубиваемая в какой-то степени при своем весе уделенном. То есть, ну, я, конечно, не говорю о том, что ей, наверное, можно абсолютно спокойно там пользоваться как вместо каких-то альпинистских кошек или грэплинг-хуков, но вот посуда очень износостойкая. И, кстати, такой тоже интересный момент, почему она такая пестрая. В общем-то, это тоже было решение с приходом Лизы Ямай сделать какой-то такой цепляющий глаз образ. Они в итоге сделали такое анодированное покрытие этого титана. И, в общем, если сноупик, то, скорее всего, вот это будет, наверное, одна из первых вещей, которая будет ассоциироваться с брендом, в общем-то. У них, на самом деле, много чего такого производится. Вообще горелки, там, приспособления для гриля, вообще все, столовые приборы, вот в подобном духе. Это, на самом деле, фишка, и фишка достаточно интересная, которую они эксплуатируют уже очень много-много лет. Вот. И которая въедается тоже людям в память, и они становятся такими, ассоциирующими себя вот именно с этими кружками бренд Snow Peak. Сейчас мы подведем немножко итоги вообще лекции, потому что мы находимся в достаточно странное время, ну и достаточно интересное как раз с точки зрения этого самого времени. Тренд, он не просто растет, он шагается мильными шагами, но при этом при всем у него есть определенные трудности. Определенные трудности — это, естественно, сейчас коронавирусная эпидемия, которая устроила такой уже на полгода локдаун вообще всем брендам и всем, в принципе, как покупателям, так и производителям. И тут нужно сказать о том, что вот если мы говорили о каком-то развитии, то сейчас это развитие, оно пошло немножко в другое русло, потому что, во-первых, что у нас меняется? Меняется сам подход к производству, потому что это достаточно сильно в первую очередь сказывается именно на производителях, даже не столько, наверное, на покупателях и ритейлерах, которые все это продают. Вот. Об этом, на самом деле, чуть позже. Если говорить вот о каких-то минусах, то это в первую очередь, конечно же, транспортировка товаров, поскольку, например, один из братьев Титболов, основатель Волибака, как раз-таки говорил о том, что вот есть такая определенная проблема, что курьерские фирмы, ну, то же самое Федекс, DHL, те, кем обычно они пользуются, у них есть определенная проблема. Это то, что сейчас их мощности могут использоваться для борьбы как раз-таки с той же самой короной, там, для какой-то гуманитарки доставки срочных грузов. И как раз-таки получается такая неприятная ситуация, что бренд просто банально не может отправить свои вещи, потому что, ну, как бы так сказать, есть вещи поважнее, которые нужно отослать тем же самым DHL. Это, на самом деле, нормальная практика, просто с ней придется как-то уживаться брендом. Вот. Второе – это то, что, ну, ученые из Копенгагенского института, они прогнозируют то, что вот есть ритейлеры, и как бы вся эта коронавирусная эпидемия, она где-то лет на 10 ускорила их смерть. Ну, смерть в каком плане? В том, что люди не ходят в магазины, соответственно, больше покупают онлайн, соответственно, зачем нам вообще магазины в плане физическом. Но есть такой человек Шумлайт, который является основателем магазина ДРУ в Мюнхене. Это магазин, который является нашими хорошими друзьями и, в принципе, достаточно интересным ритейлером. У них вот как раз-таки вот все, о чем мы сегодня говорили, это, по сути, их селекция, их ассортимент. У него взгляд немножко иной, и на самом деле я лично склонен вот именно к этому взгляду. Это то, что есть определенное формирование связи между клиентом и, наверное, брендом. Ну, брендом в плане там тот же самый магазин, который формируется через те же самые какие-то интересные технологии. И как это характеризует именно сам Шон? Это то, что люди стали, ну, осмысленнее в своем выборе. То есть теперь просто так вещи не покупаются. Соответственно, когда мы говорим о технологичной одежде, где, в принципе, просто так ничего и не делается для того, чтобы просто так что-то покупалось, как раз-таки подобная одежда, она может способствовать развитию так называемого здорового потребления. Когда не покупается все подряд, покупается самое необходимое и покупается то, что, ну, прослужит долго, действительно долго. Вот, а по материалам сегодняшней лекции, в принципе, можно судить о том, что подавляющее большинство того, о чем было сказано, оно проживет, скорее всего, и не один пяток лет. Вот. Ну, с ритейлерами все вроде бы плюс-минус понятно, но как бы как есть минусы у самой эпидемии, так есть и какие-то плюсы. Собственно, если говорить о прям каких-то действительно интересных плюсах, то это, например, то, что люди стали больше проводить время, ну, и желать проводить время там на природе, заниматься физическими активностями. Например, тот же самый глэмпинг, который сейчас тоже как тренд, скорее всего, после локдауна, он подхватится массами и будет таким, наверное, локомотивом вообще всей этой отрасли. И, в общем-то, за комментарием мы тоже обратились к одному человеку. Я, когда рассказывал про Virgil Ablo, это было уже давным-давно, вы уже все заснули. Это была как раз-таки его коллаборация с Gore-Tex. И вот как раз-таки Yörk Haas — это тот человек, который основал очень давным-давно, в 2001 году, Being Hunted, знакомый тоже с Эрлсоном. Вообще это вот как раз-таки то самое связующее звено между миром моды и технологии, которое, наверное, нас тоже всех сюда привело, хотя бы частично. И вот этот вот человек как раз отмечает то, что этот тренд, он достаточно здоров в плане того, что он позитивно сказывается на всех. Ну, просто есть определенная группа людей, скажем, которые, ну, занимаются подобным спортом постоянно, ну, активностями любыми, там, кемпингом, глэмпингом. Но при этом при всем есть огромная масса людей, которые с этим даже не знакомы. И как раз-таки рост этого стиля вот у старожил, он вызовет интерес и с обратной стороны. И, в общем-то, скорее всего, так и будет, особенно учитывая предыдущий вот поинт про, ну, развитие ритейла и, скорее всего, здорового употребления. Вот. Ну, в общем, братья Тит была основателем воли Бака. Это съемки внутри того самого магазина The.ru в Мюнхене. Собственно, достаточно небольшой магазин, но с интересной селекцией брендов. York House. Это для статьи на ресурсе Hype Beast, когда он рассказывал о том, как он, в принципе, работал с некоторыми интересными брендами. Здесь были тоже и Nike ACG с Эрлсоном, в принципе, и Эрлсон. Вот он такое связующее свое родное звено, палочка-выручалочка для очень многих известных дизайнеров. Вот. Подходим еще тоже к такому моменту. Это женские линейки и вот отход от унисекса. И вообще, почему это произошло? Ну, как бы, например, если слушать историю того же самого Акронима, то там же была Микаэла Сакенбахер, которая как-никак представляет интересы прекрасного пола, и она могла бы сделать ту же самую линейку для Акронима в свое время. Но этого не случилось по той простой причине, что вообще вся эта тема с технологичной одеждой была крайне нишевой. А производство сразу двух отдельных линеек, оно будет просто банально не вписываться в бюджет очень многих брендов. Вот. Но так как сейчас растет интерес, растет, как бы, вовлеченность людей в подобную тематику, то вот большинство этих брендов, которые мы тоже сегодня назвали, они постепенно переходят на, ну, от унисекса, вот как, например, Valence, у них уже сейчас готовится женская линейка, и, в общем-то, в скором времени она уже должна быть в релизе, выпущена. То есть это такой тоже достаточно позитивный бренд. Да, конечно, унисекс — это большая выгода, но при этом при всем есть обратная сторона у всего этого, особенно когда твой сегмент одежды становится настолько массовым, тем, что, ну, ты уже не можешь игнорировать банально то, что, как бы, по сути, помимо унисекса, который, в общем-то, создан в основном на мужских моделях, ну, есть еще вот как минимум половина человек на земле, которые хочут носить твою одежду, и их голос должен быть услышан. В общем, подводя такой еще итог, я думаю, у вас появились какие-то вопросы, я надеюсь, кстати, на это, и я опять же напоминаю, что у вас сегодня есть возможность получить наш пятый номер печатный и при этом при всем стать еще счастливым обладателем заочно номера шестого онлайна, который будет выпущен уже Камингсу. Вот, поэтому, ну, я, наверное, передаю слово вам, если у вас что-то созрело, если вы что-то хотите спросить. Так. Мне интересно, на самом деле, с юридическим зрением с культками, показывали фотографии двух моделей, искали, что были культки, да, какие-то вот русские, переделали под платье, при этом, конечно, там прям был бренд здесь вот, да, на груди. Как они это вообще, как нет проблем, вы решили, что это не была коллаборация? Ну, это… Я запомнил, я запомнил. Вот. Нет, почему это не воровство, как бы, учитывая, что это достаточно известный дизайнер, и если мы вообще обратимся к подобным переделкам, то вот, например, есть некоторые модульные куртки, как бы, особо вдаваться не будем в эту тему, но к ним, например, часто люди, которые называют себя майогерами или make your own gear, их еще называют DIY-щиками, они делают, например, некоторые модульные части к этим курткам. В общем-то, они полностью копируют оригинальные части, но при этом при всем это все никак юридически там не крается со стороны компании. То есть, ну, юридически это просто определенный артикул, который взяли и перешили, то есть он не для продажи, что самое главное, то есть с юридической точки зрения к этому очень сложно придраться. Да, это же был как раз… Тогда почему сначала начали об этом говорить в сети открыто, потому что все подумали, что вот внезапно Arcterics рехнулся и выкатит нам сейчас фэшн какой-то бренд новый. Ну, потому что это выглядело очень странно. То есть берется Alfa SV, режется на куски и прикрепляется к платью. Но так это не работает. Вот. Короче, все законно, честь по чести, люди могут резать чужие куртки. Вопрос? Ну, да. Как пример, автора Хорди, такой самый янг, фейнг, 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 шпани, это новомерезный? Да, и была интересная… Кстати, классный вопрос. На самом деле мы его поднимали еще в одном из подкастов, так зимой, когда как раз-таки был релиз большой самой коллекции. Коллекция называется Камбра. Она интересная. Во-первых, что прикольно, ну, на самом деле мы там разбирали некоторые использования Денима как такового. То есть вообще, в принципе, в плане технологий там было много чего. Там был и G-Star Row, которые тоже в свое время экспериментировали с функцией. Но вот Valence на самом деле стоит изобняком, потому что они взяли тоже такой сырой Деним в плане материала, именно японский. Они сделали из него такую интересную смесовку. Но что самое поразительное, к сожалению, сейчас вот не вывести. На самом деле коллекция реально классная в плане того, что берется материал, который вообще носился последние лет 20 просто как casual одежда, и он берется с интересным паттерном, тоже таким геометрическим, как вы могли видеть. Вообще, на самом деле, что я могу? Просто пролистать до Valence, наверное. Пожалуйста. Ну вот, в общем, у него тоже такие ломаные конструктивистские линии полностью. Как смесь с Outdoor? Ну, разве что только если брать именно подход от Outdoor, то, как мы это делаем. То есть мы берем интересный паттерн одежды, крой в плане 3D-крой, кстати, тоже, да, что интересно. И мы делаем это все на производстве, которое делает куртки, которые вообще используются там на высоте over 10 тысяч и все такое. Вот. То есть, ну, это больше, конечно, уже для фэшна сделано было. Вот. Потому что и Denim, собственно, даже вот тот, который сделали Valence, он необычный. Он скорее похож на нейлон, такой достаточно грубый, но при этом с изнанки он как раз-таки такой шелковистый, если можно так про него сказать. Но тема достаточно интересная, вопрос классный, мне нравится, и коллекция мне тоже нравится. Если вообще вас заинтересовала подобная эксперимент с Denim, то можете тоже у них посмотреть. На сайте до сих пор висит. Так. Я вот жду лес рук до сих пор. Ну, вообще не бойтесь задавать что угодно. Вот. Мы тут сегодня стоим для этого как раз, чтобы утолить вашу жажду к знаниям и вообще к самой теме. Да. Можно вопрос. Какой уровень автоматизации на производстве меня как интеллекта, наверное, больше? Автоматизация именно чего? А, ладно, нет. Чьего производства? Ну, если говорить про, наверное, аутсорс, то, что они отправляют в Китай, потому что уже последнее, ну, достаточно длительное время. У них есть, конечно, линейка Альфа, которая достаточно долгое время делалась в непосредственно Канаде, что очень ценилось. Ну, на самом деле, автоматизация, вещь интересная. Мы об этом, кстати, писали и в пятом номере тоже, который есть возможность выиграть. И, в принципе, у нас было об этом интервью достаточно интересное с Северой. Почему производство? Можно, на самом деле, судить об автоматизации. Ну, сейчас это процесс, который внедряется в данный момент. Вот сейчас такая технологическая эволюция приходит в технологичной одежде. Немножко тавтологично звучит. Но, например, даже те же самые швейные машинки-джуки, которые используются именно какие-то хай-эндовые модели на производстве, у них уже все программируется через, по сути, смартфон. Под, например, ту же самую длину стежка. Там, например, двойной стежок должен быть алиодинарный. То есть следующий этап, например, когда будет производиться одежда, это уже тот момент, когда человек будет буквально только там либо со смартфона, либо с экрана самого устройства, он будет доводить в какие-то моменты этот процесс до ума, либо менять его ход действий. Потому что сейчас, на самом деле, даже если посмотреть на ту же самую Северу, у Арктерикса, собственно, автоматизация примерно на таком же уровне, это на самом деле и находится, если мы берем их аутсорс-отделение. На самом деле, если прям говорить совсем грубо-грубо, то между двумя компаниями, если мы даже говорим про канадское отделение, там существует существенная разница только в именно оборудовании как таковом. Но автоматизация – процесс интересный, потому что лет пять уже проходит сам процесс. И при этом при всем он достаточно сильно и положительно меняет индустрию именно производителей. Вообще такая тоже ремарочка, потому что люди, которые производят одежду, их мало. Скажем, даже вот ту же самую технологичную одежду, и мы тоже этой темой касались в разговоре с Северой, найти подходящих людей, которые разберутся именно с оборудованием. Не то, что у них там есть какие-то знания именно о крое или о материалах, а вот именно разобраться с оборудованием, настроить и работать. Они как золото. Поэтому процесс еще происходит просто банально постепенно потому, что это привычный. Есть, например, тоже российская компания Баск, у которой мы тоже побывали в гостях. У них, например, в свое время пухонавибовочный комплекс. Он мог практически автоматом набивать вот эти пуховые отсеки на куртках. Ну, вот как, например, на той. Но им был, например… А, и самое интересное, он был сделан их людьми, которые работали на фабрике. Это не чей-то агрегат. Достаточно дикая история была и интересная. Ну, вот подобная автоматизация кулибинская, так сказать, она проходит повсеместно даже на наших фабриках. Но я говорю, что, скорее всего, до полной автоматизации, которая там уже будет, возможно, контролироваться каким-то одним инженером, до нее еще достаточно далеко. И возникает еще этого вопроса, а кто производителя подруги сейчас? Много. Ну, то есть те же самые джуки – это отдельный концерн, который производит помимо машин еще тоже, машины для проклеичных швов на тех же самых мембранах. Лидерами назвать вообще кого-то сложно. Есть достаточно интересная итальянская компания, чье название я, к сожалению, запамятовал. Но они делают очень интересный именно раскроечный комплекс, которые раскраивают одежду лазером. Например, это полезно, ну, не везде, скажем так, потому что это высокие температуры достаточно. Условия резки самого материала тоже разные. Но, в общем, из интересного – это то, что вот то же самое аромидное волокно, которое я показывал у Snow Peak, которое не горит, вот при высоких температурах плавится, его кроить, короче, как вот нож сквозь масло. Можно так провести метафору. Вот. Ну, из лидеров, ну, пускай будет джуки, хорошо. Потому что, на самом деле, это действительно лидер. Другие швейные машинки именно на массовых производствах я вроде и не видел. Супер. Вот. Давайте. У меня небольшой вопросик. Я слегка запутался. Да, я догадываюсь. Вкратце, можно будет тезисно, условно, Outdoor, GFD, Queer, какой-нибудь там вот этот глэпинг, как Snow Peak. Вкратце, тезисно, разобрать по каким-то основным параметрам. Ну, смотри, сейчас это сделать в наше время крайне сложно, потому что все начало использоваться, ну, типа, всеми практически. Ну, ладно. Скажем так, Outdoor — это все упирается максимально в функцию, как банально бы это ни звучало, еще с той точки зрения, что на тот же самый визуальный стиль зачастую, как бы это сказать, чтобы не ругаться, ну, в общем, пренебрегается, да. И визуальный стиль, он обычно, конечно, пестрый, паттерны сами интересные, но при этом при всем, что тоже из интересного можно отметить. Последнее время, ну, возможно, это происходит как раз-таки вот под давлением, так сказать, городских жителей. Бренды, они открывают как раз-таки городские линейки, в которых они вот этот момент с дизайном, они уделяют ему больше внимания. Но тут еще какой момент, например, есть японский бренд Manbell, вот как у Descent, тоже такой параллель можно провести. Вот у них желание в плане, когда они делают одежду именно для аудора, у них желание именно просто банально вот детали, из которых она скроена, сделать меньше. Меньше весит, меньше деталей, соответственно, меньше швов, меньше швов, соответственно, меньше уязвимых мест в принципе, как таковых. То есть есть, например, понятие критического шва, когда там при испытаниях водяного столба, там, например, или на вот продуваемость самого изделия, вот этот шов, если его правильно не обработать, там, например, даже я не про проклейку сейчас говорю, а просто банально вот про сшивание, то это будет проблема, головная боль. А в аудоре вот такому уделяется огромное количество внимания. То есть если паттерн самой городской одежды, он… Да, сейчас на самом деле об этом сложно говорить в плане того, что ты задал вопрос, который конкретного ответа не имеет, вот, потому что все слишком такое стало перегруженное и смешанное. Но в городе на это кладется огромное количество бюджета, труда и сил специалистов, потому что, несмотря на то, что вроде бы там дизайн и функция, они должны быть уравновешены, конечно, все-таки дизайн в плане того, что есть стиль, и нужно делать как-то вот ближе к нему, чем к функции. Snowpeak, ну, они упростили достаточно сильно многие силуэты, то есть это, ну, действительно достаточно простые силы. Там рукава, реглан, например, швы у рукавов, они обычно не занижены там как-то интересно, они не сделаны, как, например, какой-то вточной рукав, который, вот, например, идет рукав там здесь, он полностью переходит в часть спины, часть тоже грудной клетки для того, чтобы обеспечить полную свободу движения. Вот, кстати, пример вточного рукава может быть вот здесь, на нашей куртке. Достаточно интересная, на самом деле, вещь. Тут как бы сам по себе шов есть, но полностью деталь, она соединена со спиной частью. Вы потом можете прийти посмотреть. Вот у нее как раз вот эта свобода движения, когда она не давит в плече, она чувствуется. Вот такой момент тоже есть. Ну, в общем, есть интересные какие-то решения в одежде, которые используются где-то больше, где-то меньше. Вот, но если прям проводить черту, ну, да, где-то больше функционала, где-то больше стиля. Ну, в какой-то степени да, так и есть. Просто человек смешивает какие-то интересные модели. Например, я тоже сказал не зря, что та же самая горнолыжка – это, по сути, весь акроним, потому что изначальные модели Бертона, они до сих пор там виднеются еще чуть-чуть, но виднеются. Ну, не в плане, возможно, именно самой раскройки уже, но вот в плане самой модели и посадки. Вот. Вопросики? Ну, в городе, да. Есть, есть такое, потому что… Ну, рефлектив и это тоже. На самом деле много интересных было решений, но сейчас мы пришли к тому, что на некоторые куртки, там, например, у той же Симмит у Нурфейса или какие-то серьезные горнолыжные творения десента, на них добавляется такой чипированный маячок, называется Рекка. Вот как раз-таки эта вещь, она, в принципе, уже, ну, наверное, не важно, какого цвета твоя куртка, если тебя завалила снегом, вот. Но при этом, при всем, сам этот маячок, он позволяет обнаружить человека, да, что там под очень приличной толщей вот снежной насыпи. Сейчас уже вот подобные решения внедряются, помимо того, что… Ну, да, цвет это в том… Ну, это тоже, да, это классное замечание. Спасибо. Так, кто из вас был первый, мне не важно. Давайте начнем с тебя. Хорошо, да, мы вперед. Мне было интересно еще, насколько Аудор двигается к экологичности, отчаянно сейчас очень большой тренд, и, возможно, есть какие-то ткани, не знаю, условно, мы пропитаем хлопок вот эти вот, и он тут сможет предложить, и он будет защищать от влаги. Есть ли какие-то такие ткани или что-то подобное? Ну, да, сейчас тот же самый бренд Валибак, они экспериментируют, у них есть, так называемая, веганская рубашка, звучит странно и стремно, но она работает по такому принципу, что она сделана как раз-таки из относительно быстро разлагаемых компонентов, то есть у них был, по-моему, еще зимой тизер ролик, когда они положили там эту рубашку, она действительно разложилась в земле достаточно быстро, у них даже был слоган, собственно, такой, что само вот это изделие, когда оно вам там надоест или придет негодность, вы его просто выкидываете на задний двор, и оно вот служит вам таким своеобразным удобрением. Из интересных тканей, ну, вот я говорил в контексте ресайкла про скандинавские бренды, те же самые Clutter Mucson Hagloss, у Clutter Mucson есть, на самом деле, своя мембрана, она сделана из переработанного полиэстера, что классно, как бы вообще сами мембраны, которые производились вот раньше из тефлоновой пленки, тефлоновая пленка, она не перерабатывается, в общем-то, она крайне токсична в производстве, и тыкать пальцем не будем, естественно, но вот Clutter Mucson в этом плане, когда они начали тоже работать с Торой, короче, вот Япония, Торы, это вот все про переработку, потому что экологичность тоже пришла оттуда в 2000-х годах, и они делали уже из другого материала, как раз-таки тоже полиэстер и полиуретан, которые и, в общем-то, ну, скажем так, в какой-то степени они биоразлагаемы, но при этом при всем, что самое важное, они перерабатываемы, то есть вот те же самые старые изделия, которые выбрасываются, например, людьми или уже просто пришли в негодность, они сдаются, их есть шанс переработать. Сколько раз можно переработать? Ну, процесс, а, в смысле, одну и ту же ткань, но там же все в процессе переработки, это все смешивается в единое целое, в плане сначала отделяется нейлоновый ламинат, потом идет, значит, вот, как это правильно это назвать, расклейка вот самого композита на разные составляющие, которые уже отдельно перерабатываются. Это просто такая огромная масса получается, которая перерабатывается постоянно. Ну, процесс возобновляем, скорее всего, пока работает сама фабрика. Вот. И, собственно, самое интересное, что подобные материалы, они все выше и выше становятся и интереснее, вот. Но, опять же, Япония, и тоже такой небольшой момент, опять Патагония, кстати. Это были как раз тоже опять первооткрыватели в этом плане, потому что в 2010 году, когда они заключили тоже партнерство с Торой, вот, у Патагонии используются как раз-таки их мембрана тоже переработанная, вот все дела. Дальше. Я могу только добавить одну момент по поводу экологичности. Это, на самом деле, главная проблема не переработка для именно брендов. Сейчас максимально все пытаются убрать вот эти вот остатки, срезы. Собственно, разрабатываются новые варианты, как это сделать. То есть у нас есть, ну, предположим, ты не упоминал, Bybor, который… Ну, да, Bybor. Да, это голландский бренд, который… Они с Nike сотрудничали, то есть кто знает технологии типа PrimeNeed, у Asics'а там тренер-нит, у Nike FlyNeed. Собственно, это были тоже люди в свое время перевернувшие индустрию, потому что бесшовная одежда. Ну, как, ладно. У них очень сложные паттерны, поэтому такое производить пока невозможно, но у них большая часть одежды, она сделана именно вот тоже на шимосейковских станках в 3D, объемные детали прямо. Отдельно потом сшиваются небольшими швами и немногочисленными. Ну, да, самое интересное тут именно в производстве. И как раз-таки самое интересное, что вот тоже у Snow Peak'а есть та же самая коллекция Whole Garmin, которую вы видите в Uniqlo, чем, кстати, классно то, что появляется в Uniqlo, потому что у Snow Peak'а, да, конечно, там другая смесовка, там и мереносовая шерсть тебе, там и более интересные паттерны, в принципе, но как бы для масс-маркета это прям вот это супер, это шаг вперед по-своему. Вот. Ну, для переработки это даже не для переработки, да, вот для отходов как раз интересная тема. И это начинает повсеместно не драться. Просто сам процесс производства на самом деле как бы ты думаешь, что, ну, там условно куртка, да, этот ты взял, порезал, сшил. Ну, условно, да, если прям максимально. На самом деле во время вот производства, то есть с самого начала до момента того, как ты сошьешь, ты, ну, условно, даже того же, ну, как углекислый газ, который выкидывает в атмосферу за все это время, ты, ну, это, короче, это очень большая проблема, если вот, о чем я имею в виду, что когда ты пытаешься вот положить эту всю ткань, которая у тебя осталась, на грузовик и отвезти его на завод, где у тебя его переработают, ты выкинешь в атмосферу в два раза больше углекислого газа, чем то, что ты переработаешь. То есть это бессмысленно на самом деле. Многие, ну, как, многие бренды сейчас пытаются, экологичность, она как бы, это немного более сложный процесс, ну, приведение производства к экологичному, к какому-то такому… Ди сюда. А, да, я тут стою. Ты не там стоишь. В общем, основная мысль, что многие сейчас именно передовые бренды решили придумать, это как привнести в продукт, который они продают, больше ценности. Потому что чем больше ценности для конечного пользователя представляет конкретная вещь, тем больше она ему служит, тем меньше он, скажем так, потребляет в дальнейшем. Поэтому решить проблему неэкологичности индустрии фэшн и одежды, которая является третьим загрязнителем по объему выбросов в год, нельзя вот так взять и сделать все, мол, все, ребят, сегодня мы экологичные. Тут основная проблема, еще помимо всего прочего, если говорить не про Россию, ну, про Россию тоже, но это отдельно, как бы, что бренд сам по себе, он не может это сделать, и даже не то, что не может, он не будет это делать, потому что это невыгодно по всем параметрам, экологичность стала больше маркетингом, и когда ты пытаешься сделать прям, ну, когда ты хочешь это сделать, ты идешь против, вот, реально, потока всего, всего, то есть против потока всех, да, мимо денег против потока, ну, как бы, клево, если ты за идею готов, ну, то есть просто вот вкладывать свои деньги в производство одежды, которые там купят три человека, клево, такие бренды есть, их много на самом деле, они, ну, очень стараются как-то вот привнести интерес к этой части индустрии, но вот буквально недавно мы разговаривали с одним из журналистов Хайснобайти, который сейчас основал проект Future, ну, не сейчас, он много, уже довольно давно основал проект Future Dust, который привлекает внимание к вопросу экологичности в фэшн-индустрии, он говорит, что первая очередная вещь, которая может, ну, каким образом можно решить проблему не экологичности производства, это просто всем правительством объединиться и вознести закон. Ну, конечно, вот это вот самая стандартная фраза, ну, как бы, то, что Грета завещала, но это на самом деле правда никому не выгодно, и никому не нужно, на самом деле, и никому не нужно, поэтому до этого еще мы дойдем когда-нибудь, но боюсь, что не прям суперскоро. Ну, и такой момент, например, вот есть еще третий подход ко всему к этому, то есть не просто там перерабатывать, не просто, например, как это называется, использовать меньше материала, использовать именно раскроечные листы, использовать их по-умному, потому что вот тоже посмотрите на примере того же самого, той же самой куртки от Descent, и там используется их собственная технология SIM. В общем, что она делает? Это программа с 3D-моделированием, то есть как сейчас в CAD, кто может в курсе, программируется, делаются разные 3D-паттерны одежды, чтобы это действительно интересно на человеке смотрелось. Самое главное, чтобы было еще удобно все это проектировать. Она рассчитывает, во-первых, минимальное количество швов, опять же, во-вторых, она рассчитывает правильный паттернг из вот этого листа, потому что, опять же, когда ты режешь, у тебя куча вот этих отрезков остается, которые потом выкидываются. Она старается свести это все к минимуму, чтобы, во-первых, меньше листов ушло, во-вторых, вот крой был умным. Да, сейчас появились программы, которые ты просто рисуешь модельку, раскладываешь ее на конкретные детали, она сама подбирает самый лучший вариант, как меньше всего оставить материалы, и, ну вот, есть некоторые расколочные статки, которые стоят примерно 5 миллионов евро, но это неважно. Для некоторых брендов, таких как Arterix, это позволительно, для других, сами понимаете, нет, которые умеют резать вот прям идеально, там, по краю, ну, листа, не оставляют ничего, но, ну, как бы, мы находимся на той стадии, когда это становится интересно и для брендов, и для потребителей, чем больше это будет интересно для потребителей, тем больше это будет интересно для брендов, потому что, ну, они делают деньги. Любая, любой производитель одежды, это коммерческое, ну, как бы, лицо, которое хочет делать деньги. Да, соответственно, заинтересованность прежде всего в том, чтобы это все как-то, ну, идею продать на самом деле. Продается-то по факту не вещь, а идея, потому что, ну, если быть честными, то вот большинство материалов, большинство методов, которые мы сейчас видим, они присутствовали достаточно давно сами по себе. Ну, то есть, скажем, создать условную технологичную куртку для города, это проблемой не было в 90-е, там, в 80-е, в 70-е, не было проблем это сделать. Не было самой идеи, которую можно было бы продать, и не было самого потребителя, который мог бы это все купить каким-то образом. Хотя, со временем, как бы, вот история показывает, что, собственно, та же самая история выписывает очень интересные кульбиты в отношении той же самой идеи, технологичной одежды. Ну, да, то есть, первый fashion tech queer-бренд, который вот, понятия tech queer мы не берем, но он вообще в 93-м году появился и делал свою фигню и закрылся, потому что никому это было неинтересно. Ну, просто вот факт. Я думаю, можно к следующему вопросу вот там, сейчас я подойду, потому что тут плохо слышно. Понимаю. Я просто за мысль зацепилась о том, что, да, если, например, Gartex стал, как бы, нарицательным с нулевых и как бы это стало достаточно доступно, но такой момент, что про систему, например, как использовать этот материал в носке, ну, обычному обывателю как-то нужно найти этот выход, чтобы тебе понять вообще, как это носить, потому что, если ты наденешь там тот же, те же ботинки с хлопковыми носками, тебе будет хер, ой, вот, ты как бы, ну, не поймешь, да, как это, ну, вообще носить, там, выкинешь, и вот мне кажется, что это очень важно, ну, донести до потребителя еще эту мысль, как вообще эта система работает. На самом деле, вот, да, тут такой момент, что это ответственность, ну, ритейлера в том числе, но интерес еще, вот, из чего, собственно, идет, то есть, да, по идее, интересно докладывать, во-первых, Гортексу, у которого там отдельный канал на YouTube, они постоянно снимают ролики с, господи боже, я сказал Гортексу, Гортексу, которые снимают, ну, короче, они тоже все снимают вместе видео, у Арктерикса есть уже целая череда, на самом деле, видео, как не надо стирать свою куртку, там стоит такая старая убитая стиральная машина, просто она вот, она не может стирать мембрану, у нее вообще режимов нет, она фигачит 60 градусов, она твою мембрану прокручивает, у них даже есть смешный момент, когда оттуда достается, после использования порошковых средств, мембранная куртка, и она вся сваренная, как джинсы вот варили раньше, и она уже вся разваливается, банально от того, что горячая вода и вообще высокая температура, для мембрана это смерть, то есть да, с одной стороны, должно решаться производителями, но, как мы видим, повсеместно решается в основном там какими-то ритейлерами или заинтересованными группами лиц, которые каким-то образом варятся в этой гиковской тематике, но как носить, ну, это тоже был вопрос? То есть он не расстается, может, не занимается? Ну, нет, я имею в виду никакой. Ну, уход именно за одеждой, да? Именно как бы, как бы, институтом, для людей, мы знаем, А, что? Для журнала, да, чтобы она работала, как бы. Нормально, нормально работает. Ну, тут самое интересное, то, что, во-первых, надо свыкнуться с тем, что если вы покупаете вещи на мембране, материал капризный, во-первых, материал долго не проживет тоже. Ну, как долго? Относительно, например, какой-нибудь той же самой кожаной куртки или, например, какой-то куртки, которая сделана там из смесовки полиамида, полиэстера, чего угодно. Все, конечно, сильно зависит от качества материала, материала, но условно это так. Мембрана мрет быстро. Мембраны мрут просто как мухи. В особенности, например, есть такая особенность, это то, что, вот, например, вы носите часто рюкзак у себя на плечах, плечи, это, на самом деле, одна из самых уязвимых точек у курток из подобных материалов, потому что со временем что происходит с мембраной, есть даже некоторые интересные документальные свидетельства в сети о том, как режут, значит, верхний слой, и там просто такая порошковая крошка скатывается. Это, собственно, та самая мембрана, которая со временем растирается, ломается. Ну, это происходит, ну, относительно быстро, на самом деле. Вот. Все, конечно, зависит от тоже производителя полотна, ну, типа, она, короче, долго не живет. Еще что самое, конечно, возможно, не то, что неприятно, и с этим надо свыкнуться. Для нее нужна первая нормальная стирка, именно стирка, как, значит, вот эта, там, либо водяная, либо уэродистая основа, которая, собственно, помогает ее нормально стирать и вымывать у нее все неправильные вещества. И, собственно, второе, это сама обработка для waterproof, для того, чтобы, вот, как с гуся вода, потому что это тоже важная составляющая, собственно, без нормальной обработки. Вообще, на самом деле, обработка и уход это тема еще на полтора, наверное, часа, поэтому я просто скажу, что, во-первых, вещь капризная, а во-вторых, вещь требует тоже определенного ухода. То есть нужно просто пока свыкнуться с этой мыслью, потому что, покупая мембрану, вы не обезопасите себя от дождя на ближайшие 20 лет. Вот так это не работает. Можно купить какой-нибудь полиуретановый плащ просто. Вопрос. Скажите, вот вы рассказывали о технологичной одежде, с точки зрения материалов, культурующих и так далее. Есть какие-то сейчас идеи насчет выдающихся? Какой? Умена, я бы сказал. А, смарт. Ну, они идут давным-давно из прошлого. Это возможно объединение с гаджетами, да, с какими-то в этом плане. Да, ну, сейчас, конечно, можно увидеть куртки с нагревательными элементами на пуху, но это небезопасно. Кто бы что ни говорил, это небезопасно, потому что любая электроника, которая, ну, то есть, это как включить какую-то электронику дома, уйти на 24 часа, непонятно, что с этим совсем станет. Вот. Но если из интересного, то это Philips LCD Jacket совместно с Massimo. Ну, это архив, если про архив. Ну, это архивная старая модель, действительно. То есть, она сама по себе выпускалась таким крайне ограниченным тиражом. Вот у нас тоже был материал с казними с коллекционеров. На самом деле, да, постоянно будем натыкаться на журнал. И, по-моему, да, как раз-таки в этом выпуске. Что самое интересное. Я могу просто добавить, что основная идея с гаджетизацией одежды, она как вот о том, о чем мы говорим, добавлена стоимость не в плане денежная, а вот именно ценности. Есть такие проекты, которые это делают именно в фэшн-индустрии. Их как бы очень мало. И их основная проблема в том, что электроника и одежда, они как бы в данный момент существуют не интеграционно, а добавочно. То есть, если говорить про… Ну, вот мы берем куртку, мы берем, ну, там, чип, вот, не знаю, компьютер вот здесь вот, да, в кроссовочках. Мы ставим просто отдельный компьютер. Это два разных элемента, которые путем, там, создания какого-то кармашка добавляются. Однако, мы в данном случае должны обратиться к вопросу американской военной промышленности, которая очень много спонсирует разработки, смарт-вэр, которые всячески… Ну, на данный момент они являются недоступными публике. Все, по сути, потому что это все идет в военку. То есть, у нас тоже такое на самом деле есть, просто у нас это еще более закрытый секрет. Основные идеи сейчас это добавленная мобильность пользователю, то есть, предположим, если люди, у которых, ну, там, страдают каким-то после травмы и так далее, есть проекции, которые делают, условно, вот там, ну, что-то похожее на лосины, но с патрубками, которые сжимаются и разжимаются на основе компьютера. Это, по сути, те же самые протезы экзоскелет, но в виде лосин и мягких. Опять же, это стартап, он вышел в том году, у них два прототипа. Ну, вот, правда. Есть проблема, ну, две таких больших проблемы – это питание, потому что, ну, аккумулятор в куртке. Мы можем купить на Алиэкспрессе Powerbank и положить в куртку, но это глупо. Нет, не можем. Ну, не можем, но это глупо. А вторая проблема в том, что мы имеем на данный момент, сейчас просто подойду к тому, чем я имею в виду, у нас есть проблема электроники, она является физическим объектом, то есть даже если мы берем, там, кладем сюда Powerbank, а вот здесь у нас там предположен игрательный элемент, как мы это соединим? Нам нужны провода. Провода – это максимум, то есть это хуже, чем швы, это самый уязвимый элемент в вещи, потому что вы двигаетесь, провода с вами двигаются, но не круто. Попробуйте поносить Powerbank в кармане и положить сюда телефон, но это неудобно. Ну да, полупроводники, так и договаривались, они его нефлексибилити вообще. Есть проекты, которые сейчас берут графен в его, ну это такая великая, знаете, как сказать, единорог технологичной одежды, которую мы все пытаемся затеять, графеном покрывается внутренняя часть куртки, чаще всего куртки, по крайней мере, такими специальными, ну, патентованными паттернами, и они являются, как бы, это что-то вроде краски, которая потом, ну, графен добавляется в краску, покрывается, получается, как бы проводник на основе краски, то есть у вас не отдельный провод, а он интегрирован в куртку, но это настолько сейчас, в общем, все, кто вам скажет, что у них есть графеновая куртка или куртка на графеновый, вот эти вот, это все вранье, у них ни у кого нет, есть один проект, он работает на американское правительство, на дарпу, они делают эти самые вот попытки, у них ничего не получается, потому что это очень сложно, ну, вот буквально недавно… Тут тот же самый проект у волейбака, собственно, то, что к нам тоже приезжала куртка, графеновая, и… Это все доказательство концепции, что это возможно сделать… оно работает. Оно работает, но это неприменимо на данный момент до такой степени, то есть мы можем взять, опять же, да, то есть мы берем архивную модель кроссовок, выпускаем их с компьютером, вот как здесь, и клево, мы гаджетизированы, но это не то, это скорее вот как бы маркетинговая идея, а… и все остальное, соответственно, то есть любая куртка там с подогревом и так далее, это прикольно, но это не рабочая идея для… ни для производства, ни для потребителя, мы идем в ту сторону, мы долго будем идти, скорее всего, потому что носить… ну, как… вспомните Google Glass, кто-нибудь носит Google Glass, никто не носит Google Glass, это провалившаяся… ну, как бы… она прикольная для гиков, там вышла новая версия, она стоит кучу денег, это невозможно, ну, как бы сделать массово… нам нужна новая полупроводниковая революция. Ну, над этим работают, но это не… ну, как это не вопрос, там, создания материала, это реально, может быть, одна из таких вот камнем преткновения… Ну, это фундаментальная концепция для всего, потому что графен пытаются применить в электронике, пытаются применить, например, в каких-то охлаждающих системах для… даже не массового, конечно же, потребителя, с теми же самыми куртками, да, проблемы именно с напылением, то есть такое покрытие долго не прослужит, мягко говоря. В качестве эксперимента классно, в качестве вещи, которая должна… Это хай-тек для гиков, которые готовы… То есть, на самом деле, тут такой еще момент, гики толкают индустрию, так было всегда и так есть, потому что люди, которые жертвуют огромные средства, они-то не жертвуют, но со стороны, похоже, что жертвуют, потому что иногда стоимость некоторых аксессуаров и одежды доходит до баснословных две тысячи условных единиц и выше, и это уже нормально считается. Да, вот, прикол как раз в том, что так это и работает сейчас. И дополняю, то есть, вся вот эта вот идея в принципе гиджетизации, она получила небольшой толчок за последние года-два, потому что, ну, у нас есть Илон Маск с Тесла, который пытается, и не только он, соответственно, которые пытаются максимально упростить и задолговечить, скажем так, работу питания, то есть батарей. И у нас, ну, это немного вне рамках одежды, но это то, откуда это, скорее всего, потом в одежду придет, потому что, ну, такие вот вещи глобальные, то есть, они чаще всего связаны либо с спортивной индустрией, либо с военкой, либо с какими-то вот такими гаджетами. То есть, это как из разряда, там, из космической гонки принесла нам, там, энное количество предметов. Соответственно, тут следующая ситуация. Текущие, как бы, источники питания, это, ну, литиевая батарея, это отдельная тоже тема, то, что это максимально не экологично, и это очень недолговечная вещь, ну, как в целом. Вот. И у нас, ну, и поместить такую электронику в одежду, но электроника умрет раньше, чем одежда. Это 100%. И, ну, то есть, получается, что ты купил куртку, у нее поработал аккумулятор, он сломался, и ты теперь ходишь с курткой без аккумулятора. Ну, как-то странно вышло. Еще и с дополнительным весом, кстати, потому что все полупроведники, это медь, это, ну, мягкий, но тяжелый металл. Да, и есть такой чувак, Джон Биг Гуден, как он, Гуденов, я извиняюсь. Нет, Гуденов. Гуденов. Короче, чувак, который придумал, ну, чувак, ему 90 с чем-то лет, он придумал, он придумал оперативную память, и он придумал литий, ну, как в концепции использованы литийовые батареи, грубо говоря. То есть, это человек, который дважды революционировал, в принципе, гаджеты. И вот он сейчас со своей командой, по-моему, 92 года, он придумал еще новые батареи, которые являются, ну, это называется Solid State батарея, которая на основе, в общем, я мало, скажем так, понимаю, вот, химической составляющей, но основная проблема, это сейчас будет такая лекция по, не знаю, химии, видимо. Скоргуляем. Да, сейчас. В общем, его идея батареи в том, что у нас есть вот батареи, где плюс и минус, и у нас есть, как бы батарея со временем кристаллизируется, да, она теряет свой заряд. Его новое… Окисляется. Нет, я про то, что… Короче, ладно, не важно. Он мне. Вот, и он придумал батареи на основе, это, в общем, тоже такой мембраны из стекла и химикатов, которые, ну, по сути, там нет этого процесса. Она может служить бесконечно почти. И Илон Маск там с Тесла очень много инвестировал туда денег, и еще какая-то китайская фирма, они борются за его разработки, чтобы, вот, если его батарею условно, то есть заменить батарею в Тесле, стандартной, да, на его батарею, то его там, вот эта Тесла может проехать, в смысле, не на одном заряде, но проехать миллион миль, и батарея не умрет. Вот такая глобальная проблема называется проблемой миллиона миль. Собственно, батарея, которая сможет дать, которая может работать вот столько-то циклов. Короче, гаджеты — это круто, они когда-нибудь придут, но пока что мы все, это пока, да, это маркетинг, по большей части. Вопрос у тебя еще был? Нет? Какой функционал у тебя сейчас для отсутствия? То есть все дела и заради чего-то? Какой функционал у тебя? Успорт, да? Успорт, да? Ничего. Да, я могу, наверное, взять. В общем, идея гаджетизации одежды — это такая немножко утопическая, фантастическая идея, которая у некоторых людей присутствует, которые пытаются идти. Мы можем вспомнить волейбака, о котором много раз идет речь. Маленькая команда, довольно, но они каждый раз придумывают что-то, что все такие, о, прикольно, так можно было. Их видение, скажем так, я просто буду цепить, потому что я с ним соглашусь, привнеся в одежду, скажем так, смысл, это философский вопрос в первую очередь, привнеся в одежду смысл не того, что ты надеваешь с утра, чтобы выйти на улицу, и условно тебе было не холодно или не жарко, или ты не ходил голый по улице, это то, что, как бы, пользуясь гаджетами, мы с ними, как бы, ассоциируем какую-то стоимость, не только денежную. Ну, то есть, мы берем гаджеты, это для нас ценная вещь. Ну, правда, одежда для нас, по большей части, это то, что ты носишь пару сезонов, там, не знаю, кроссовки, ну, у тебя там порвались, не знаю, ты их выкидываешь. Когда у тебя одежда гаджет, ну, ты, во-первых, вкладываешь в нее больше своего собственного сознания, когда ты покупаешь, во-вторых, больше, пока ты носишь. То есть, меньше цикл будет. Это, это почти сейчас, ну, как бы, в рамках глобального невозможно, потому что это бы перекрест, ну, как бы, поставило крест на всей индустрии производства одежды. Мы произвели одну куртку, и она служит всегда. Какой смысл вообще компании что-то еще делать? Какой смысл у них покупать? Поэтому это такая, ну, дальняя идея. То есть, мы будем носить куртку всю жизнь, или там, я не знаю, у нас будет такой латексный костюм, как в любой фантастике, он там будет менять цвета и прочее. Голографическая одежда, виртуальная одежда, это все есть сейчас. Типа, ты скидываешь фотографию ребятам, они рисуют на тебе, там, не знаю, клевое платье, и ты такой весь диджитал, дофига. И тебе не пришлось покупать ничего. Это тоже несколько фирм, которые делают сейчас такую штуку, ты просто реально там, платишь 15 долларов, и на тебе рисуют то, что ты выбрал. Интересная идея, но это больше такой прикол. Вторая, как бы, возможная стадия между вот этой утопией и сейчас, это то, что одежда сможет упрощать глобально жизнь человека, потому что на данный момент она решает глобально одну проблему. Ты выходишь на улицу, и ты не голый. Окей. Ну, это самое примитивное. Сколько? 40 тысяч лет назад человек выходил на охоту за мамонтом, на нем была обобедренная повязка, он не голый. Проблема за 40, ну, то есть, 40 тысяч лет прошла, проблема не сильно, ну, то есть, измениваешься. Ты утрируешь. Это аллогизм. Так нельзя. Неважно. В общем, ну, и сейчас... Глобально, да. Да, глобально так и есть. Поэтому, когда одежда, например, сможет условно, я не знаю, у нее будет, то есть, вот, самсунговские экраны, которые гнутся, вставляются вот сюда, и у тебя на куртке, там, на GPS. Ну, предположим, да, самый простой вещь. Ты ходишь, у тебя как бы, ну, решается вот эта проблема, там, ты потерялся в городе. Предположим. или другой вариант, это одежда имеет сенсор, это тоже самый простой, кстати, сейчас вариант, имеет сенсоры, которые банально замеряют твою температуру тела и выводят тебе на смартфон. Такие стартапы, кстати, на этом, на зимнем Испа были. Это много чего было, на самом деле. То есть просто сенсор вот здесь условно стоит около там подмышки, измеряет температуру, тебе говорят, ты там, у тебя температура повесилась или сердцебиение. То есть это та же самая идея, как, предположим, гаджет, который Apple Watch, но это не гаджет, это одежда. Прикольно. Короче, гаджетизация вещь сложная. Она сложная, потому что ты, либо ты делаешь какую-то крутую такую фишку, и ты нишевая, ну, нишевая компания, которая вот делает. Объединиться в одно сейчас невозможно, потому что, ну, зачем тогда еще что-либо покупать? И ты такой, у тебя третья, ну, самая большая, там, третья по загрязнению индустрии, которая кучу денег имеет в обороте, и ты ставишь на этом крест. Но ты как бы будешь, ну, ты будешь последним человеком, который так хочешь сделать. Вы думаете, что сейчас большинство складов, заполненных брендами, которые продаются раз в полгода, они будут отправлены на upcycle и recycle? Нет. Нет. В общем, это больше философский вопрос, который сейчас по большей степени является такой вот, ну, как novelty thing. No, novelty thing. Я извиняюсь, я извиняюсь, я извиняюсь. температура тела и прочее, это самое актуальное, условно, да, и ты так всегда будешь знать. Дальнейшее, предположим, это там, ну, это, как не знаю, в кризисе, предположим, введение каких-то, ну, это такой, это глупый пример, это то, что может произойти, у тебя внедрение идет там какого-либо вещества, когда тебе нужно. Он сам смотрит? На самом деле, кстати, концепты рабочие-то есть у швейцарской фирмы Scholler. Это не что-то супер, такое футуристичное и далекое, это на самом деле вещь, которая была разработана уже приличное время, просто проблема в том, что, во-первых, опять же, то, сколько это стоит, там конкретно, в чем интерес вообще этой технологии. Конечно, она не на том уровне, чтобы вводить то, что нужно, она на том уровне, чтобы вот условно останавливать хотя бы кровотечение из небольших каких-то порезов. Сейчас-то, опять же, закрытые все разработки, потому что, во-первых, Scholler, это швейцарская контора, которая очень долгое время работала с военкой, соответственно, понятно, для кого это делается. Вот, то есть такая ткань, которая становится действительно second skin, то есть второй кожей. Вообще, кстати, second skin такая интересная концепция вообще всей технологичной одежды. Но в контексте Scholler мы этого не увидим вот еще крайне долго. Даже вот по новостям мы этого не увидим крайне долго. Ну и добавление последнее, правда. Последнее, просто что гаджетизация одежды позволяет, скажем так, добавить адаптивность одежды к повседневной жизни в том плане, что это не обязательно делается при помощи электроники, но в целом адаптивность одежды под конкретные условия погодные или какие-либо, скажем, ну, для какой-то конкретной задачи, это тоже такая добавленная стоимость к продукту. То есть, предположим, ну, есть много концепций и много даже продуктов. Там, предположим, это было еще у Пумы, который... RX100? Ты про кроссовки? Да, кроссовки на этой... В общем, колония бактерий, которая на... Да, это био... В общем, в кроссовках... Ну, это такая довольно попсовая штука в плане, если говорить, но, в общем, она не очень работает, если честно. Но там была идея того, что добавляется колония бактерий в кроссовок, соответственно, и та часть, в общем, при беге у тебя нагреваются ноги, и та часть, которая имеет наибольшую температуру, бактерии немножко от нее как бы отходят и увеличивается... Пропускная способность исходящего... И ты охлаждаешь ту зону. И бактерии потом идут обратно, и, в общем, вот такая вот штука. Или, предположим, есть майки, которые на основе... Ну, то есть, майка для бега у тебя на спине такие ромбики, и они, в общем, под испарениями тела они приподнимаются и как бы добавляют... Ну, пропускная способность опять же идет... Это было... Хотели такую штуку найки купить, но у них не получилось. У Байоника вроде такое есть. Да, они не смогли купить, потому что решили, что... Это дорого, опять же. Это очень дорого. Но это такая вот идея, которая возможна будет потом. То есть, для бегунов, например, это очень актуально. Я думаю... Еще вопросы, или мы закругляемся? Ну, в принципе, нам, во-первых, надо вас отпустить, кто хочет уже убежать из этой камеры, пыточный. Но еще есть, наверное, те люди, которые хотят, возможно, ознакомиться с ассортиментом и селекцией брендов. Если хотите что-то посмотреть или поговорить уже как бы вне формата вы сидите, мы говорим, подходите, правда. Все можно трогать, ничего выносить с собой нельзя, кроме стикеров. Разговаривать тоже, соответственно, можно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»